Ну что, как думаете, куда я с чемоданами иду? На, зодичь хотя бы возьми. Нет, Наташа меня пров... Зодичь тоже пытатель, не жал. Да, Наташа вон плачет от того, что меня провожает. Здравствуйте. Нет, до свидания скажи. Радуешься от того, что я улетаю? Какой улетаю? Мы еще... Потом расскажем. Короче. Наши капиталистические товарищи по выходным распродают свои вещи. Сейчас мы найдем девушку. Придем. Ладно, короче, это называется бракант. Там, где люди могут продать все, что им не нужно. По одному евро, по два евро, по пять евро. Не буду показывать. То есть народ избавляется от всякой ерунды. То есть вместо того, чтобы выбрасывать все, можно все продать. Когда был в Штатах, они очень любят такое устраивать бутсейл. Там, где на багажничке прям можно все выложить. И может быть, кому-то что-то нужно. Особенно пользуются спросом. Знаете, детская одежка. Дети растут быстро. Не успевают ее изнашивать. Кто-то изнашивает, кто-то не изнашивает. Ну, соответственно... Мы решили попробовать. Наташа понравилась идея. Поэтому она решила попробовать это сделать. Посмотрим? Расскажу. Ну, короче, здесь много чего интересного нету, к сожалению. Здесь либо народные промыслы, либо все такое старенькое, поношенное. Ну, а что вы хотели? Там, условно говоря, по 50 рублей. Есть что-то подороже. Он много всяких решала. Детская, 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 детская. Не знаю. Самая идея хорошая. Я за то, чтобы можно было все вторично использовать. Для этого у меня существовало всегда авито. Ну, что? Пойду поищу еду, что ли? А, ну и французы грешат еще тем, что у них, конечно же... Ну, не французы, здесь бельгийцы. У них раз в портал проводятся отличные такие же браканты, но где продается, знаете, все из старых бабушкиных закромов и прочее. Вот там можно найти великолепные вещи. Кто не брезгует, конечно, там, чужой посудой, фарфором или, знаете, там, чужим серебром. Здесь даже нечего показать, интересно. Но я так, знаете, пока снимаю самого себя, я глазами стреляю. Нет, ничего. Сейчас попробую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, а дальше здесь уже все подряд. Еда, маленькие рыночки, чуросы. Легкий перекус, пиво, вино, все, что хотите. Сладкое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! походил посмотрел в основном все продается 3 4 5-10 евро все недорогое порой просто какой-то потреб порой неплохие вещи для детей можно встретить все ерунда 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 вот вам пожалуйста образец арнуво даже не без начала 20 века а парк ватерло все продолжается 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 решил спросить у женщины сколько стоил эта ваза и старая она или нет ну в принципе старая за 15 отдам если ты не через дубай купил бы наш бракант дети решили приторговать пока выгода и 0 детская одежка жакеты жакеты джинса рубашки джинса свитшот пиджаки все чистое новое не углаженная по 5 по 7 евро и и и и и и и и Ну что, мы с... Мы славно поторговали, ну и примерно на 100 евро в минус. Домой, домой. Главное, на сколько мы в минусе уже? Сколько еды, сколько времени, сколько бензина. Ну что, окей. День прошел приятно. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня дождь начинается уже примерно шестой раз. Вот как здесь жить? Смотрите, там солнце, здесь туча. И уже даже град был. Это Бельгия. Это Бельгия. Добро пожаловать. Велькомен. Велькомен. Антоша, это... Нет. И три минуты спустя... Солнце. Добро пожаловать. Солнце. Солнце. Добро пожаловать. Добро пожаловать.